Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Закон Аксакалов. Старожилы облдумы предложили лишить прокурора области право законодательной инициативы. Мороз в лётке. Кто виноват в срыве начала топ-сезона в лётном городке Энгельса? Стоп-сигнал. Прокурора не пустили журналистов на совещание по защите бизнеса. Депутаты Саратовской областной думы предлагают существенно сократить список субъектов, которые сейчас наделены правом вносить законодательные инициативы в региональный парламент. Об этом было объявлено на заседании рабочей группы Комитета по госстроительству и местному самоуправлению. В роли докладчика выступил депутат Николай Семенец, работавший во всех думских созывах. Соавтор закона проекта ещё один думский сторожил Николай Кузнецов. Отмечу, что за многолетний опыт инициаторов изменений даже называют думскими Аксакалами. Суть предложения такова. Прерогатива вносить законопроекты должна принадлежать только депутатам областной думы, губернатору, правительству, органам местного самоуправления, как это прямо указано в федеральном законодательстве. Закон, принятый ещё в 1999 году, давал регионам право расширять этот список, и Саратовская область этой возможностью пользовалась. Областной и арбитражные суды, прокурор области, региональные омбудсмены, избирком, общественная и торгово-промышленная палаты и даже Федерация профсоюзов. За последние 12 лет из недр этого списка родилось лишь 7% законопроектов от принятых думой. Как отметил Николай Семенец, из этой доли значительная часть касалась поправок, которые бы приводили региональное законодательство в соответствии с федеральным. Предложенные изменения существенно поднимут статус регионального парламента. Резко против них выступила представитель прокуратуры области. На протяжении всех этих лет прокурором области реализовывалось это право достаточно активно. И речь не идёт о поправках в приведении в соответствии с федеральным законодательством. Если говорить о прокуратуре как о субъекте законотворческой инициативы, то данное право реализовывалось точечно и имело очень весомый характер. И затрагивало всегда вопросы социально значимые и значимые для области. О законодательной активности прокуратуры мы рассказывали в одной из прошлых программ. Самая громкая история с отклонённой инициативой областного прокурора Сергея Филипенко об увеличении числа обманутых дольщиков. Предложенный главой надзорного ведомства механизм выплат давал свободу для недобросовестных лиц и мог обернуться неконтролируемыми бюджетными расходами. На прошедшем заседании рабочей группы депутаты также обратили внимание прокуроров на конфликт интересов при работе над законами. Получается иногда так, что прокуратура представляет законы и сама же себя должна контролировать. Так понимать? Поэтому это, ну, если уж вот так вот грубо по-деревенски говорить, то получается так, что пишем законы и сами их, давай контролировать, соблюдать это законы. Экспертное сообщество, хочу задать вопрос, нет ли здесь вот действительно конфликта интересов, когда прокуратура, с одной стороны, её статус и, собственно, предназначение, это надзор за соблюдением действующего законодательства, с одной стороны, а с другой стороны, вносится законодательная инициатива, и как в этом случае, значит, надзирать над этим? По поводу надзора за исполнением законов, мы надзираем за тем, как исполняется этот закон конкретными должностными лицами или органами власти в той или иной степени. И сейчас, я думаю, увязывать это с законотворческой инициативой, с правом правотворческой инициативы, немножко, ну, несопоставимо им еще, на мой взгляд. Депутат относит законодательную инициативу, а прокуратура дает, как бы, свою оценку в виде заключения. Нет ли здесь, как бы, такого противоречия или конфликта интересов, когда, фактически, давая положительное заключение, вы лишаетесь право впоследствии, там, обжаловать или вносить протест на данную законодательную инициативу, если впоследствии вдруг, там, выяснятся какие-то нестыковки. Мне, может быть, даже кажется, что в этой части вы, наоборот, усиливаете свои позиции, а не, как бы, страдаете от каких-то таких, значит, ущемлений прав. Если мне память не ошибает, за столько лет на те законопроекты, которые мы давали положительное заключение, они впоследствии не рады мне быть в столбе. Это первый момент. И, давая заключение, мы говорим о соответствии регионального нормотворчества актом, имеющим высшую юридическую силу. И такого в нашей практике, в нашей сегодня совместной работе за все время не было, чтобы мы вначале дали положительное заключение, а потом принесли протест. Поэтому этого нельзя делать. Мы же понимаем, что если вы даете положительное заключение, естественно, вы не можете дать протест. Мы это не понимаем. Позвольте, мы, изучая законопроект, говорим о соответствии его или несоответствии. И если есть какие-то замечания, то они всегда направляются разработчикам и устраняются до вынесения этого проекта или любого акта на обсуждение. О, вот наконец-то вы истину и сказали. А то вы до этого сказали, я прошу прощения. Ну, это страшно. Я все же 25 лет вот здесь в Думе, поэтому все помню. Вы сказали, что вы надираете, как исполняются законы должностными лицами. А вот как раз мы сейчас подошли к истине. Да. На нашей, вот Корисей тоже вместе со мной, Нина Дмитриевна. Мы с ней даже побывали в конституционном суде. Да. Да. Еще на стадии разработки, принятия закона были и протесты со стороны прокуратуры. Мы доходили до судов. Так было бы. Да, даже до верху. Ну, а вот так что здесь. Пожалуйста. Давайте мы откровенно будем на эту тему говорить. В итоге инициатива думских аксакалов принята в работу. Обсуждение законопроекта будет продолжено. Отметим, что законодательные инициативы областного прокурора наделили в 2002 году. Тогда этот пост занимал Анатолий Бондар. Как сообщают наши коллеги из агентства САРБК, необходимость поправки объясняли тем, что прокуратура будет не только сама разрабатывать законы, но и подавать меньше жалоб на думские решения. Любопытно, что предлагаемые изменения анонсировал все тот же Николай Семенец, который в те времена занимал пост председателя комитета по законности. Как говорится, депутат дал, депутат взял. На этой неделе в городской прокуратуре прошло заседание Совета по защите прав предпринимателей. Напомним, Саратовская область является антилидером в России по административному и силовому давлению на бизнес. Проблема саратовских предпринимателей постоянно поднимается в федеральной повестке. Генпрокурор Юрий Чайко анонсировал приезды спецкомиссии ведомства в те субъекты, откуда поступает большое количество жалоб от бизнесменов. Казалось бы, на этом фоне местным сотрудникам надзорных ведомств и продемонстрировать результаты своей работы. Но заседание для прессы закрыли. Думаем, пустят нас, не пустят на мероприятие. А здесь же совещание на 3 часа, которое? А почему не пустят? Ну, не знаю. Мало бы. Там же ни охраны, ничего нет. Заходи, кто хотите, идите. Бизнес-омбудсмен Михаил Петриченко и депутат обувь Думы Дмитрий Ханенко – участники заседания. Информация о его проведении поступила в редакцию несколько дней назад. О своем намерении осветить мероприятие мы в понедельник известили старшего помощника областного прокурора по взаимодействию со СМИ Татьяну Казаченко. Отметим, что после этого подчиненная Сергея Филипенко на телефонные звонки не отвечала. Сотрудник прокуратуры встречает гостей у лестницы. Нам здесь точно не рады. Извините, по поводу этой усилки. Вы знаете определенную процедуру, только по согласованию. Вы можете пройти к нам и, соответственно, отшелить ее. С согласованием скидь? С помощником прокурорной области по взаимодействию со СМИ. Мы ставили ее в известность, но она после этого перестала на связь выходить. Мы позавчера с ней связаны. В любом случае просто я оставлю в известность, что есть пропускной режим определенный по прокуратуре города Саратово. Поэтому либо по вызову, либо, соответственно, по определенной процедуре. В данный момент не предусмотрены законы о нашлении видеосъемки и везения каких-либо репортажей. Поэтому я попрошу камеру выключиться, во-первых. Попытки связаться с Татьяной Казаченко терпят фиаско. Никто трубку не берет. Помощника нет на рабочем месте. Ситуация неприятная, но подробности мы все же узнали у участников. Одна из тем – уголовные дела по фактам воспрепятствования предпринимательской деятельности. Была озвучена статистика, как раз был приведен кейс. Но, к сожалению, очень редко применяется данная статья на всей территории Российской Федерации, не только касается Саратовской области. Но динамика прогресса есть, если три года назад вообще ничего не было. Сейчас единичные случаи, но они есть по данному вопросу. Вернее, по данной статье дела возбуждаются. К сожалению, данные дела заканчиваются. Возбуждаться не возбуждается вопрос о том, как они реализуются. К этой статье очень крайне осторожно подходят, потому что гораздо, во-первых, сложно все-таки доказательная база собирается. Во-вторых, система самозащиты, она существует, ее никто не отменял. А силы возможностей, скажем, именно контрольно-надзорных органов, которые есть, если происходят нарушения, либо муниципальных служащих, они гораздо более серьезные, чем у самих предпринимателей. Также мы поинтересовались мнением о прокурорском Димарше в адрес прессы. Как госслужащий, во-первых, не имея права вмешиваться в деятельность, комментировать те или иные действия других государственных служащих, потому что каждое ведомство свои стандарты. Как правило, на такие мероприятия общественных советов не приглашаются в органах контроля, надзора, или очень неохотно. Но это вопрос внутренних положений данных ведомств. При обсуждении таких вопросов нужно максимально освещать эти события и давать возможность наибольшему количеству людей понять, что происходит, принять участие, обсудить. И средства массовой информации в этой части выполняют определенную свою функцию. Конечно, хотелось, чтобы этот процесс был более открытый. Вот сама по себе открытость, она и является демонстрацией или желанием что-то исправить в этой части. Я могу сказать, что этому тоже нужно учиться. Я как депутат вынужден или обязан общаться с избирателями. Вы знаете, не все, что они говорят, это приятно. И не все, что говорят журналисты, тоже нравится. Понимаете, но это такая работа. То есть, если мы хотим избегать подобного общения, наверное, нужно не заниматься этим совсем. Но если мы встали на этот путь, если мы встали на путь совершенствования нашего гражданского общества, делового климата, взаимодействия власти, населения, бизнеса и так далее, конечно, нужно немножко приоткрывать вот эту завесу и давать возможность как бы осветить эти события. Предложенный прокурорами формат, как матч на чужом поле, да еще без своих болельщиков. Что бы я сделал по этим форматам, так или иначе, по итогам таких совещаний и форматов, все-таки надо, наверное, проводить пресс-конференции, приглашать прессу для того, чтобы осветить те вопросы, которые были обсуждены, и более открытой информации по данному направлению. Я думаю, что это было бы правильно и разумно. С точки зрения тех, кто приглашает на эти мероприятия, все-таки нужно, понимаете, сама форма, она немножко как бы так людей, я понимаю, напрягает. То есть здание прокуратуры, когда в президиуме сидят, значит, в мундирах прокуроры, конечно, это, так сказать, диалог здесь очень открытый, тяжело построить, и там, так сказать, мне потребовалось достаточно проявить там мужество для того, чтобы начинать острые проблемы озвучивать. Поэтому закрытость этого совещания и боязнь, как бы, последствиях, конечно, оно сдерживает людей для того, чтобы активно в этом принимать участие. Но мы должны друг друга слышать, прежде всего, и понимать, что мы хотим друг другу сказать. И в первую очередь, конечно, мы должны воспринимать это неболезненно. То есть здесь это вот, ну, как бы, все-таки нужно иметь определенный такой иммунитет, как бы выслушивать эту критику и правильно с ней работать. Вот это самое главное, я считаю. О том, как на самом деле обстоят дела с поддержкой предпринимателей в региональном надзорном ведомстве, рассказывает история, которая в этом году произошла в Энгельсе. Излишнее рвение людей в голубых мундирах сорвало нормальное начало отопительного сезона в летном городке. 11 тысяч замерзающих жителей, массовое социальное недовольство местной властью и бизнес, потерявший миллионы рублей, уже вложенных в модернизацию разваливающегося коммунального хозяйства. Вторая летка в Энгельсе. Жаркие споры о холодных батареях во дворе дома 44. Там внутри холоднее, чем на улице. Отопительный сезон начался везде, но пролетел мимо этих квартир. Текущие трубы отапливают ледяной декабрьский воздух. Жители в отчаянии. Мы считаем, что у нас ситуация ЧАЭС. Потому что если аварии происходят еженедельно, или раз в две недели, наверное, это ненормально. И так не должно быть, когда у нас в 21 веке люди сидят на обогревателях и буквально замерзают в прямом смысле слова. Человек в фуражке Олег Пулин, директор местной управляющей компании. 77 малоэтажных домов с разным отоплением. Где-то холодно, где-то наоборот слишком жарко. Он объясняет ситуацию износом сетей по пути от котельной к жилищу. Естественно, многочисленные отключения. Ну, в ноябре было достаточно много отключений. Каждое последующее включение, естественно, это гидроудар. Коммуникации и внутри домов тоже изношенные. У нас было такое, что в сутки до 500 заявок случалось. Вокруг парящей трубы этой котельной тоже развернулась настоящая схватка. Вот только участники поединка забыли о главном – о жильцах. В 2018 году котельной было передано из ведения Министерства обороны в муниципальную собственность. У объекта появилась обслуживающая организация. Но ненадолго. Был предыдущий собственник компании «Теплоресурс», который принадлежал к этой котельной. Были результаты конкурса по покупке этой котельной «Теплоресурсом» оспорены. И администрации были проведены новые конкурсные процедуры. Несколько раз они не состоялись по причине того, что там участники не выходили на этот конкурс. На сегодняшний день победитель определен. К сожалению, это произошло уже в преддверии отопительного сезона, в конце лета. Директор компании «Теплоресурс» Андрей Воробьев объясняет, что котельная подает тепло по 28 километрам изношенных коммуникаций. Трубы не менялись там порядка 15 лет. «Теплоресурс» сразу приступил к обновлению изношенного наследства Минобороны. Начались инвестиции, но работу заморозили люди в голубых мундирах с погонами. Мы вложили туда порядка 20 миллионов и провели определенную реконструкцию ее работы. Был план на дальнейшее использование данной котельной. Но тут, пройдя где-то полтора года, вышло постановление прокуратуры, которое обязало администрацию, нашла там, как кажется, формальную причину аннулировать конкурс. Что за причина? Могу так точно не сказать, но причина была в том, что якобы кусочек земли, какой-то маленький, был неправильно оценен, который в совокупе от общей стоимости котельного и всего комплекса имел там, может быть, даже 0,5% от стоимости. То есть на это они сослались и аннулировали конкурс. Это инвестиции прокуратуры? Я так понял, что областная внесла представление. Нам пришлось, во-первых, понести убытки, нам эти инвестиции никто не вложил. В итоге новым победителем конкурса на обслуживание котельной стала компания из далекой Тюмени. На встречу с жителями пришел директор Дмитрий Пащенко. Теперь они пытаются вложить средства, а жители все еще ждут отопления. Приблизительная сумма на ремонт теплосетей где-то порядка 47-55 миллионов рублей. Значит, для того, чтобы привести в порядок котельную саму, скажем так, не просто привести в порядок, а модернизировать, поставить современное оборудование, это где-то займет порядка еще 18 миллионов рублей. Плюс модернизация внутреннего первого контура отопления. Это где-то порядка еще, ну, порядка 12 миллионов рублей. Общая сумма, которую мы думаем привлечь в следующем году, то есть в 2020-м, собственных инвестиций, порядка 35-40 миллионов рублей. Ну, если, скажем так, нам будут помогать комитет ЖКХ области, возможно, какая-то кредитная программа интересная. То есть, по сути, причиной вмешательства надзорного ведомства стала незначительная формальность с земельным участком, которую, возможно, было решить совместно с администрацией и параллельно с работой и вложениями первый из выигравших конкурс компаний. Однако вся работа по вхождению в отопительный сезон летного городка оказалась просто парализована накануне холодов. Прокуратура, администрация, все вот эти власти, вся их деятельность должна быть направлена на то, чтобы люди жили в нормальных условиях, правильно? Как может быть в 21 веке вообще такая ситуация, что трубы кострами отогревают, что люди замерзают реально в домах? Как это вообще возможно? У нас вот этот вопрос. Вот и получилось. Кому-то звезда на погоны, а кому холодные батареи. Но заложников подобных ситуаций, как правило, никто не спрашивает. Уже скоро в феврале 2020 года исполнится 10 лет национальной инициативе «Наша новая школа». Она была утверждена президентом. В 2010 году одноименный проект спустя два года был одобрен уже депутатами Госдумы. Программа включала в себя поэтапные изменения в системе образования до 2020 года включительно. С тех пор она несколько раз дополнялась и корректировалась. Особое место в новой школе уделялось вопросам создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями. Поводом вновь обратиться к этой теме послужило письмо, поступившее в редакцию. Женщина написала о нарушении прав детей-инвалидов. Речь шла в частности о новых учебных заведениях с бассейнами. Якобы они не предназначены для детей с ограниченными возможностями. Мы решили посмотреть шире на проблему и вот что из этого получилось. В общеобразовательных учреждениях Саратовской области обучается почти 2000 детей-инвалидов и столько же с ограниченными возможностями здоровья. Государственная программа «Доступная среда» реализуется в нашем регионе с 2014 года. Из 2000 школ в области 127, по словам заместителя министра образования Ирины Чинаевой, приспособлены для обучения детей с особенностями развития. 20 из них узкоспециализированные. Остальные – это общеобразовательные учреждения, где для ребенка в рамках нацпроекта созданы условия инклюзии. О своем желании продолжать обучение или получать обучение в массовой, обычной, общеобразовательной школе желательно уведомлять администрацию школы заранее. Потому что если ребенок нуждается в специальной мебели, или он нуждается в специальном учебнике, если это слабовидящий или слепой ребенок по технологии Брайля, или ребенку нужно увеличительное стекло, все эти нюансы, и они заранее приобретаются. Если ребенку необходим тьютер, то есть это не просто техническая поддержка, а педагог, который помогает выполнять задания, то это тоже такого педагога мы не в каждой школе быстро найдем. Средняя общеобразовательная школа номер 9. Пандусов нет, но есть еле заметные указатели, которые ведут к желанной двери. Директор школы неохотно открывает нам заветную калитку. И вот здесь, у нас только было сейчас инвалиды, как открывается эта дверь изнутри, продемонстрировать нам так и не смогли. Да и вряд ли этим путем вообще когда-то мог бы воспользоваться хотя бы один колясочник. У лицея пригладных наук на Комсомольской и кнопка вызова есть, и пандус нормальный, но яма у входа. По словам сотрудника лицея, они уже давно пытаются добиться от администрации и обратить внимание на их жалобу. Но этот участок дороги со временем становится только хуже. Учреждения, которые построены были много лет назад, а у нас большое количество учреждений имеют срок эксплуатации более 50 лет, они строились без соблюдения вот этой архитектурной доступности. Поэтому, безусловно, учреждение делает то, что возможно. Потому что, когда мы проверяем и принимаем учреждения каждый год к началу нового учебного года, в обязательном порядке проверяется и работа к вызову персонала для того, чтобы помочь зайти, обязательно проверяется вот этот доступный вход для людей с ограниченными возможностями здоровья. Найти этот заезд инвалид-колясочник тоже сможет только благодаря все тем же заветным стрелочкам. У входа в 37-й лицей кнопки вызова нет, лишь указатели, которые ведут туда, где также помощь никто оказать в результате не сможет. Отметим, что все саратовские школы мы снимали без санкций городских чиновников, а посему внутрь учебных заведений съемочную группу просто не пустили. Это лицей «Солярис» в Солнечном, он построен по современным стандартам. Для детей с ограниченными возможностями есть пандусы, обустроены спуски и подъемы у входа. И еще это одна из немногих школ, где есть бассейн. Но насколько обоснованы претензии Татьяны Сазоновой, приславшей письмо в редакцию, так и осталось тайной. Ее обращение в областную прокуратуру результата не принесли. Надзерное ведомство проводить проверку в части неисполнения федеральной программы «Доступная среда» отказалось и перенаправило жалобу в городскую администрацию. В мэрию обращалась и наша съемочная группа. Несколько дней переговоров результата не дали. Вы мне одни и те же вопросы задаете, я вам даю один и тот же ответ. Как только у нас появится информация по вашему вопросу, мы вам перезвоним. Пока ее нет. Опускается платформа, заезжает коляска и всей платформы, то есть вот эти гусеницы, они потихоньку по спутенькам передвигаются. В школе-интернате номер 4 на улице Чернышевского занимаются дети, у которых имеются нарушения опорно-двигательного аппарата. Два подъемника стоимостью почти миллион рублей закуплены в рамках программы «Доступная среда». По всей школе установлены удобные перила, на них затрачено больше трех с половиной миллионов рублей. На 800 тысяч рублей были закуплены программный комплекс, посмотрите внимание, обратите, что он без процессора, он только с монитором, специальная клавиатура для детей с ДЦП, это кнопки правая и левая, это джойстики, если неудобно кнопками, ребенок джойстиком, право, лево, включить, выключить. Всего в коррекционном учреждении обучается 131 ученик, из них 99 детей являются инвалидами детства. У детей в основном поражение центральной нервной системы, кроме двигательных нарушений, это еще нарушение речи. Поэтому очень важно, что школа-интернат имеет лицензию не только на образовательную деятельность, но и на медицинскую. В штате 33 педагогических работника, у каждого по два образования, и 14 медицинских. В лечебном корпусе школы-интерната дети проходят курс массажа, лечебной и адаптивной физкультуры, а также физиопроцедуры. По программе «Доступная среда» с 2015 года мы получили оборудование для физиотерапевтического кабинета. Мы по всему периметру, всей школы, в каждом кабинете, в каждой комнате установили перила двухсторонние для детей возрастным поменьше и побольше. Мы сделали доступную группу, то есть пандус, въезд в образовательное учреждение. Также установили тактильные дорожки для детей слепых и слабовидящих. При входе в образовательное учреждение план поэтажный и плюс план есть для детей, для слепых с таблицей Брайли. Зачастую родители ребенка с ограниченными возможностями, желая его адаптировать в обществе и настаивая на обучении в обычной школе, могут только навредить своему чаду. Директор благотворительного фонда, одной из программ которых, это комплексная поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, советует прежде всего прислушаться к специалистам. Вот если говорить по городу Саратово, как вы оцениваете реализацию этой программы «Доступная среда»? Ну, за последнее время, конечно, работа ведется. Несколько лет тому назад, ну, точно, вот лет пять, там даже, может быть, семь лет тому назад, с доступной средой было совсем плохо. Обидно бывает, когда сдают жилые комплексы, сейчас, и там нет ничего для тех людей, которые нуждаются в доступной среде. Вот это у меня вызывает просто искреннее непонимание, недоумение. Ну, почему? Проблема понятна, количество таких людей понятно, и самое главное, что никто уже не застрахован от того, что не попадет в автомобильную катастрофу, не произойдет какое-то такое нарушение здоровья, что человек окажется в инвалидной коляске. Результатом программы «Доступная среда» должно быть наличие доступности всех объектов инфраструктуры. Это учебные заведения, транспорт, государственные учреждения и культурные объекты. В следующем году действие программы завершается. Но по-прежнему остается вопрос, стал ли наш город доступнее для маломобильных граждан. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова